Александр Коваленко с нами на связи. Александр, здравствуйте еще раз. Доброго дня. Мы вас слышим, и это прекрасно. Александр, далеко не отходя от событий последних, ну, буквально там, нескольких часов, в частности, обстрел Запорожья и до этого, начиная атака дронами на Житомирщину, Киевщину, к чему бы это, как вы считаете? О чем это может свидетельствовать на данном этапе? Это террористические акты, как мы видим. Классические террористические акты, которые совершают российские оккупанты в ответ на какие-то неудачи в зоне боевых действий. То есть, опять-таки, воюют против гражданских лиц, против гражданской инфраструктуры. Этот удар, по сути, который был совершен в Запорожье сегодня, он никаким образом не влияет на ход боевых действий, он не влияет на картину в зоне боевых действий, не дает никакого преимущества российским оккупантам в зоне боевых действий. В то время как, например, вооруженные силы Украины, если оказывают какое-то огневое воздействие, то именно по объектам военной инфраструктуры российских оккупантах, по их объектам, от которых и зависит успех тех или иных наступательных оборонных действий РОВ. Поэтому это исключительно можно расценивать как военное преступление. И раз уж уже в ГАГе было положено начало традиции выдачи ордеров, то за подобного рода преступления должны прибавиться по количеству ордера уже и другим действующим лицам, тому же самому Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и прочим. Александр, скажите, пожалуйста, вот есть уже комментарии и заявления о том, что надо было бы ответить, вот как они, так и мы. Как вы считаете? Часно стало? Мы не террористы. Мы не террористы. Мы защищаем свою землю. Мы не наносим удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации и тому подобное. Мы можем отвечать так, как мы умеем. И у нас это получается очень хорошо. Мы отвечаем именно в зоне боевых действий, уничтожая их склады с боеприпасами, командные пункты, штабы, места размещения их личного состава. Ответ будет таким образом. То, что, в принципе, мы всегда и делаем. И это способствует нашим успехам в зоне боевых действий. Александр, давайте поговорим о том, какая техника сегодня есть на вооружении оккупантов. В частности, хотелось бы затронуть конкретно тему расконсервированных танков Т-54 и Т-55. Насколько серьезную угрозу они представляют, например, для вооруженных сил Украины? И каким образом могут изменить ситуацию на поле боя? Да, стало появляться все больше видео расконсервированной техники типа танков Т-54 и Т-55. Это, по всей видимости, техника, которая была снята с консервации со 111-го центра базы резерва танков, который находится в Хабаровском крае. Там довольно-таки большое количество находится на хранении танков Т-62М и Т-54-55. В принципе, этот танк был принят на вооружение в 1946 году. Ну, и он и соответствует тем вызовам и тем потребностям, которые были у танкового вооружения того периода времени. Говорить о том, что, ну, например, это тоже танк, он стреляет, он убивает, да, в конце концов, топор – это тоже средство для убийства. Мы говорим сейчас о современных типах ведения боевых действий, и подобного рода техника, она себя уже давным-давно отжила. Как технически, так и технологически. И на фоне того, как десятилетиями россиянам скармливали информационный фастфуд о том, что их армия получает самую современную технику, и там обещали тысячи Т-14 армата, буквально всего лишь за год полномасштабной войны российская армия начинает получать в пользование танки эпохи Второй мировой войны. Ну, это разительный показатель того, на что на самом деле способен военно-промышленный комплекс России. В свою очередь, вооруженные силы Украины на сегодняшний день от международных партнеров получают совершенно другую технику и совершенно другое вооружение. На поколение, опережающие вот этот весь металлонабор. Вот хотелось как раз еще дополнительный вопрос задать вам, касаемо объединенного урана, который так взволновал российскую пропаганду. И вот Путин даже с листикой читал там какие-то свои очередные заявления, руки дрожали. А давайте поясним, что это такое. На сегодняшний день боеприпасы, оперионы и подкалиберные, они используются в том числе и с сердечниками из обедненного урана. Это не является какой-то редкостью. Тут даже я в какой-то степени удивлен этому лицемерию. Хотя какому лицемерию со стороны России можно удивляться, но тем не менее. Дело в том, что с объединенным ураном боеприпасы используются со времен еще Советского Союза. Есть разработки у Советского Союза артиллерийских боеприпасов, танковых боеприпасов. В том числе и непосредственно, если мы говорим про войну в Украине, то российские оккупанты аналогично использовали для своих танков 125-миллиметровые боеприпасы номенклатуры «Свинец». В частности, это 3БМ-59, которые, опять-таки, имеют сердечник из обедненного урана. В этом нет ничего такого связанного с некой ядерной войной. Это не ядерное оружие, как они пытаются акцентировать внимание. Это конвенционное оружие, применяемое десятилетиями. Есть там глобальный спор об эффекте от этого вооружения, то есть, какое он имеет влияние на экологию. Там скрестились копья на протяжении десятилетий разных экспертов. Но на сегодняшний день не подтверждено научным исследованием ни негативное, ни позитивное, кстати, влияние этих боеприпасов. Хотя к позитивным можно отнести то, что в значительной степени повышается пробиваемость брони у таких боеприпасов. И ни один современный и даже не современный российский и советский танк не может держать данный боеприпас своей броней. То есть, фактически, они беззащитны перед такими боеприпасами. Великобритания, по всей видимости, нам будет передавать свои модификации L-26A1 и L-27A1. Это 120-миллиметровые, опять-таки, боеприпасы бронебойные и подкалиберные опередные. Александр, спасибо, что разъяснили. Спасибо большое. Спасибо, Александр Коваленко, военно-политический обозреватель из группы «Информационное сопротивление» был с нами на прямой связи.